МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время узнать последние новости, и мы готовы вам их рассказать. В эфире события в студии Александр Новиков. Здравствуйте. В ежедневном режиме реализуется в Брянске национальный проект безопасной, качественной автомобильной дороги. Работы по капремонту не останавливаются ни в ночное время, ни в выходные. Подробности расскажет Екатерина Карманова. Региональных и местных автомобильных дорог с твердым покрытием в регионе больше 10 тысяч километров. И 800 из них в Брянске. До конца 2019 года в областном центре заменят асфальт на 52 километрах. При этом 24 улицы вошли в национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. Его цель – привести в нормативное состояние автомагистрали и ликвидировать очаги аварийности на них. Это одно из 12 направлений исполнения указа президента Российской Федерации, который обозначил стратегические задачи развития страны до 2024 года. Общее финансирование на сегодняшний день составляет 1,38 млрд рублей. 940,5 млн – это предусмотрено в рамках национального проекта. Работы разбили на этапы, чтобы не спровоцировать транспортный коллапс. Сейчас они ведутся как на центральных дорогах, так и на периферийных. В Советском районе – это проспект Ленина, улицы Авиационная, Горбатова, Костычева, Спартаковская, Пересвета и Калинина. Бежица – Плодородная, Академика Сахарова, Вокзальная, Новосоветская. Володарский район – улицы Абашево, Рылеево, Красный Маяк. По проспекту Ленина выполнено фрезерование на участке. Определен участок от Горького до площади Партизан, первый, который отремонтируется. Дальше перейдут на второй участок, готовятся к устройству выравнивающего слоя, который перед заключительным финишным слоем производится. Корректируются смотровые колодцы сети инженерных коммуникаций. Капитальный ремонт – это не только замена асфальтобетонного покрытия. Это еще и расширение проезжей части, установка тротуаров и светодиодных светильников, обустройство водоотводов и заездных карманов, благоустройство остановочных пунктов и оснащение пешеходных переходов. Кстати, на проспекте Ленина больше не будет нерегулируемых, а тот, что на самой площади, заменят на светофор с кнопкой. Где позволяет работать дневное время, работает дневное, где мы не препятствуем ни движению транспорта, не создаем транспортных неудобств жителям. Ну, в основном, конечно, акцентированы работы на ночной период. Это фрезерование, укладка асфальтобетона. Отдельный вопрос – гарантийные обязательства подрядных организаций. Раньше они несли финансовую ответственность за качество своей работы всего лишь два года. А с 2014-го, благодаря жесткой позиции губернатора Александра Богомаза, гарантийный срок вырос до пяти. Весь этот период, если на отремонтированных дорогах появляются трещины и выбоины, подрядчик устраняет их за свой счет. Каждый объект по-разному. От двух месяцев директивный срок ремонта до шести месяцев. В зависимости от объекта, сложности объекта, соответственно. Но с асфальтными работами план стоит до первого октября закончить все асфальтные работы. На октябрь месяц оставить уже обустройство. Не прекращается в Брянске и ямочный ремонт дорог. Один из самых оперативных. Струйно-инъекционный метод. Подходит для неглубоких повреждений. Нужно подготовить основание ямы. И как бы мы продуваем его, если необходимо, вымываем, если очень сильное там загрязнение. После этого как бы проливается в горячие эмульсии основание ямы, особенно эти торцы ямы. После чего это все заполняется этой смесью. Нечебня с эмульсией. Где неровности ощутимее. На участках до 5 квадратных метров применяется классический способ. А если ям больше, чем самого асфальта, изношенный участок восстанавливается полностью. Всего за строительный сезон в Брянске ямочный ремонт тремя методами сделают на общей площади свыше 88 тысяч квадратных метров. Благодаря тому, что в этом году большое количество капитального ремонта, у нас дороги, которые уже начали приступить к капремонту, это авиационные, проспект Ленина все это видят, да, конечно же, нам в этом году проще, мы перешли на улицу более второстепенной, что для наших граждан уже будет более заметно. То есть мы вышли на вторую категорию в большей степени. Вообще в планах завершить к середине июня, но будем смотреть по погодным условиям, тут не давали нам дожди и так далее, как бы сроки пока сдвинулись, ну, планы к середине июня. Будь то капитальный ремонт или ямочный, на главных улицах или второстепенных, автомобилистов Брянска просят с пониманием относиться к дорожным службам. Пока держится погода, они выкладываются по максимуму. Екатерина Карманова, Мария Селивестрова, Владислав Пескунов, События Брянск. Выделение средств на строительство ливневой канализации по переулку Пилотов, благоустройство проспекта Московского, а еще схема размещения нестационарных торговых объектов. Эти темы оказались в центре обсуждения на очередном заседании Городского совета народных депутатов. Финансовый вопрос, безусловно, главный на нынешнем заседании. Депутаты обсудили исполнение бюджета города за прошлый год, который традиционно был социально ориентированным. 8,5 миллиардов – таковы доходы, 8,803 миллиона рублей – расходная часть. В первую очередь, конечно, необходимо обратить внимание, что рост числа налоговых поступлений в бюджет вырастает. И уже в этом году составил более 80%. Если быть более точным, 81,2%. Это говорит о том, что экономика города растет, город развивается. И все эти показатели говорят только о том, что мы движемся в правильном направлении. От показателей за прошлый год к вопросам насущным. Депутаты Горсовета единогласно поддержали решение об увеличении дефицита бюджета. В целом, расходы вырастут на 103 миллиона рублей. Деньги направят на ремонт дорог. В частности, это позволит, наконец, решить наболевшую проблему жителей переулка Пилотов, где отсутствует ливневая канализация. Люди поняли нашу проблему, вошли в наше положение, в котором мы жили в грязи и болоте. Нам помогли, выделили денежку, работа начнется. Мы очень благодарны теперь всей администрации. Не обошли стороной депутаты и еще один объект, требующий внимания – проспект Московский. После обустройства ливневой канализации, конечно, там надо провести и обустройство. Это и асфальтирование, и пешеходные дорожки, и зеленые насаждения. Размещение нестационарных торговых объектов – еще одна ключевая тема заседания, где поставить киоск, согласно действующему законодательству, любой гражданин вправе выбирать сам и направить соответствующее заявление. После чего следует проверка многочисленными службами. В итоге зачастую оказывается, что установка ларька на предлагаемом предпринимателем месте невозможна. Практически всегда установки этого торгового объекта мешают или коммуникации, или нарушение правил дорожного движения, то есть закрывают отбор. Мы поручили городскую администрацию самим выбрать места управления по архитектуре, где можно расположить торговые объекты. Предложить нашим гражданам поучаствовать в аукционе для того, чтобы именно в тех местах, которые мы определили, установить НТО. Всего же на заседании в схему размещения депутаты включили 14 объектов. К слову, внешний вид киосков тоже продумали. Уже подготовлены несколько дизайн-проектов для нестационарных торговых точек в исторической части города, а также на остановках. Кристина Протхилова, Александр Ржичков, События Брянск. Через несколько дней стартует летняя оздоровительная кампания. Педагоги, воспитатели, сотрудники МЧС и силовики обеспечат безопасность детей. На особом контроле ребята из неблагополучных и малообеспеченных семей. О том, как будет организована работа с ними, шла речь на округлом столе защиты ребенка. Немного робея перед взрослыми зрителями повторяют отрепетированные движения. Эти дети по разным причинам оказались в социально-реабилитационном центре Брянска. Заботу о них и воспитание взяли на себя педагоги. Внимание, добрые слова и тепло им нужны особенно. А уж яркие подарки и вовсе вызывают неподдельный восторг. Сегодня в Брянской области 505 семей, которые находятся в так называемой зоне риска. Это 1057 детей. И за ними особый контроль. Будущее нашей Брянщины, будущее нашей страны в настоящий момент сидит за школьными партами. Учится в среднеспециальных учебных заведениях, учится в высших учебных заведениях. И от того, как мы воспитаем этих молодых людей, вот такое и будет будущее. И я еще раз говорю, что основная масса родителей это понимает. Но не все. И вот с этой категорией родителей и семьями мы должны вести профессиональную работу. Главная цель круглого стола – обменяться полезными практиками между муниципалитетами, наладить обратную связь. Здесь обсуждают методы работы с непростыми детьми, развивающие методики программы реабилитации. Говорят и о проблемах. За период работы мной были выявлены недостатки в существующей системе межведовственного взаимодействия между органами и субъектами системы профилактики. К сожалению, имеет место разрозненность субъектов системы профилактики, а не их целостность и сплоченность. Призыв уполномоченного по правам ребенка – озвучивать непростые ситуации. Помощь должна быть своевременной. В Брянской области только в минувшем году сдано семь спортивных объектов, где в секциях уже занимаются тысячи маленьких жителей региона. На очереди еще 13. В 2019-м сдадут 17 детских садов. В перспективе строительство новых школ не только в областном центре, но и в районах. Современная детская поликлиника появится в Фокинском районе Брянска. И это только часть большой работы, которую проводит правительство региона под руководством губернатора Александра Богомаза. Елена Лыщицкая, Игорь Винничук. События Брянск. Полицейские спасли человека, которого похитила банда злоумышленников. Это произошло в поселке Климово. Самому младшему из похитителей всего 22 года. Жертвой злоумышленников стал 31-летний житель Климовского района, который получил почти миллион рублей на покупку жилья по Чернобыльскому жилищному сертификату. Этот миллион и вымогали трое преступников. Однако их планом помешали правоохранительные органы. Фигуранты уголовного дела задержаны и находятся под стражей. Александр Новиков при содействии пресс-службы управления МВД по Брянской области. Переходить только на зеленый, носить с собой светоотражатели, помнить и знать про слепую зону. В поселке Стеклянная Радица побывала лаборатория безопасности. Сотрудники комплекса в доступной и игровой форме рассказали ученикам младших классов о правилах безопасности на дороге. Начали с самого простого дорога, светофор, пешеходный переход. Детям нужно перейти дорогу на разрешающий сигнал. Первая группа. Давайте. Сейчас их на две как раз разберем. Эстафета – доехать на самокате до конуса и обратно. Что может быть проще? Но кроме этого нужно еще и правильно надеть шлем на локотники и на коленники. Группа помладше делает то же самое, но без самокатов. Для закрепления есть специальный стенд, на котором нужно экипировать велосипедиста и его транспорт. Что это такое, как вы думаете? Зеркало. Да, абсолютно верно. Более сложные ситуации, опасные ловушки детально рассматривали на специальном учебном столе. Но водитель вот этой машины не видит бабушку. И бабушка не видит эту машину. Лаборатория безопасности – уникальный комплекс, который предусматривает полное погружение детей в процесс. За неделю автомобиль совершает от двух до семи выездов. Многие спрашивают, сколько денег стоит выезд в школу. Это федеральная программа, она абсолютно бесплатная. Любой коллектив школы, ну это непосредственно директор, может или замдиректор, может непосредственно подать заявочку в Центр технического творчества. Мы приедем, проведем занятия. Примечательно и то, что сейчас в области проходит акция «Внимание дети». Сотрудники госавтоинспекции проводят занятия, которые помогают сформировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах. Данные выезды лаборатории безопасности сейчас очень актуальны в рамках мероприятия «Внимание дети», потому что они помогают детям закрепить на практике навыки, все теоретические знания по правилам дорожного движения. Сейчас начинается летний период. Это очень важно помнить и знать правила дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает о том, что нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Это залог безопасности водителей, пешеходов и пассажиров. Александр Новиков, Игорь Умаров, Анатолий Чикрыгин. События. Брянский район. Моцарелла, рикотта, маскарпоне, сулугуни. Севские сыры производства «Умалат» уже давно завоевали любовь покупателей по всей России. Предприятие открывает новые горизонты. Качественная и свежая продукция «Умалата» выходит на мировые рынки. Как компания реализует национальный проект по экспорту – в нашем следующем материале. Уже более 15 лет компания «Умалат» производит свежие сыры. Вся продукция производится на современном европейском оборудовании под контролем высококвалифицированных специалистов. Контроль качества на нашем предприятии начинается с контроля поступающего молока. Мы принимаем на предприятие молоко только высшего сорта, со всеми высочайшими характеристиками. Это жир, белок и чистота молока. Далее продукция подвергается на каждом этапе без исключения жестким проверкам. И на выходе мы получаем качественный, отличный сыр. Завод выпускает продукцию под тремя брендами – «Уна Гранде», «Претто» и «Умалат». Когда-то скептики не верили, что за 3000 километров от Италии может родиться настоящая моцарелла или маскарпоне. Мы уже сейчас экспортируем в Белоруссию, в Киргизию, в Казахстан и ведем переговоры с другими ближайшими странами. Там есть сложности с точки зрения получения ветеринарных разрешений. Но, тем не менее, мы об этом и думаем, и экспортируем. И, в общем-то, те продукты, которые мы планируем экспортировать – это моцарелла, рикотта, маскарпоне, сулугуни, практически всю линейку, которую мы производим. Увеличение продаж за рубеж – задача, поставленная президентом. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» ставит планку на ближайшие 6 лет – достичь уровня экспорта в России в 250 миллиардов долларов США. Из них продукции АПК на 45 миллиардов. Умалат активно включился в реализацию президентских наказов. Экспорт занимает 2% в нашем товарообороте, и мы планируем его довести порядка 5%. Умалат успешно проходит все проверки по поставкам сыра за рубеж. Для того, чтобы поставлять продукцию на экспорт, у нас, на нашем предприятии были проведены проверки Росинкосновзором и управлением ветеринарии. Мы к этим проверкам всегда готовы, потому что наше качество и наше производство на высочайшем уровне. И мы соблюдаем технологию грамм-грамм, секунда-секунда. Сегодня Умалат находится в авангарде брянских предприятий, которые смогут поднять общероссийскую планку по экспорту. А задача стоит амбициозная – не менее 20% волового внутреннего продукта страны. Елена Лыщицкая, Максим Кузнецов, События Севск. В Брянской областной библиотеке прошла итоговая конференция, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей. Представители предприятий, организации профсоюзов, учебных заведений обсудили вопросы и выступили с докладами. В конференции приняли участие районы и города Брянской области, а также и другие регионы Российской Федерации. По словам организаторов конференции, это большая возможность для граждан научиться защищать свои права и знать, куда обращаться в трудной ситуации. Мы откровенно рассказываем. У нас разные направления рассмотрения вопросом нашей конференции. Это и как учат людей учебных заведений этим вопросом, проблемы, какие в торговле есть, какие в коммунальном хозяйстве есть, с природными ресурсами, в сельском хозяйстве, цифровой экономикой. Тоже непростой вопрос. Новый опыт в подготовке кадров. Всероссийский семинар деканов агрономических факультетов вузов России стартовал в Брянском аграрном университете. Представители 37 учебных заведений приехали в наш регион, чтобы обменяться опытом и найти возможности совершенствования подготовки кадров для сельского хозяйства. С его участниками пообщалась наш корреспондент Екатерина Зойдина. Цифровые технологии, современные сельхозмашины. Агропромышленный комплекс продолжает развиваться. Задача вузов – совершенствовать подготовку кадров. Брянский аграрный университет сотрудничает с крупными сельхозпредприятиями региона. Молодежь проходит практику, выезжает на экскурсии, изучает новые технологии. Новая техника и нужны новые современные кадры, чтобы они владели всеми этими технологиями. Сейчас уже современная энергонасыщенная техника, где нужен инженер, нужен агроном. О будущих агрономах, зоотехниках, ветеринарах шла речь на Всероссийском семинаре деканов агрономических факультетов вузов разных регионов. Гостей заинтересовал опыт Брянского аграрного университета. В этом вузе стопроцентное трудоустройство. Это не каждый вуз сможет этим похвастаться. Это очень большие плюсы. Сам уровень подготовки чувствуется, что я надеюсь, что нам сегодня покажут, еще мы поводим на опытных полях. И здесь взаимодействие всех структур, это и работодатели, это и непосредственно учащиеся, и кто оказывает образовательные услуги, совместно вырабатывают определенную аграрную политику, которая позволяет выпускнику безболезненно, как сказать, работать по своей профессии. С докладами на семинаре выступили представители крупных агрохолдингов Брянской области. Они готовы сотрудничать с другими городами, обучать молодежь современным технологиям. Сейчас, конечно, один из очень важных вопросов – это использование цифровых технологий в сельском хозяйстве. Причем, если мы берем цифровые технологии для агронома, это одни подходы, одни моменты в работе. Если мы берем цифровые технологии для инженера, механика, то мы должны видеть совсем другие подходы, другие моменты в этой цифровых технологиях. Если мы берем ветеринар на врача, это третий, вот это очень важно на сегодняшний день – видеть, что цифровые технологии идут в село. Брянский университет в пятерке сильнейших агровузов страны. Ему есть чем поделиться с гостями. За три дня работы семинара участники смогут обменяться опытом подготовки кадров, узнать, как строится работа с агрохолдингами и фермерскими хозяйствами, где студенты получают хорошую практическую подготовку. Екатерина Зойдина, Анатолий Чикрыгин, События, Выгонческий район. Два с половиной месяца наши зрители следили за ходом третьего сезона телепроекта «Станцуй лучше». В этом году в Кубке вызова новички, выбранные с помощью интернет-голосования, схлестнулись с лучшими танцорами предыдущих сезонов. В финале на сцену вышли 12 коллективов. Кто не побоялся бросить вызов и стал лучшим, расскажет Валерия Бурносова. Телепроект «Станцуй лучше» никогда не признавал рамок. Хип-хоп и народные танцы, рок-н-ролл и классическая хореография встречаются на одной сцене в жарком соперничестве. В этом году в финальной битве столкнулись 12 лучших коллективов. Новички проекта против победителей предыдущих сезонов. Хотелось бы, да, показать достойный результат, потому что для каждого коллектива в жизни должен наступить какой-то свой звездный час. Билеты на гала-концерт Кубка вызова были раскуплены еще за несколько дней до финала. Участников заключительного этапа определило народное голосование. При зрительских симпатии у ансамбля «Эдельвейс». Отразить в хореографической постановке целое десятилетие – так звучало задание первого тура. Олимпиада 80, полет в космос Юрия Гагарина, чемпионат мира по футболу. Не просто танцевальные номера, а настоящие театральные постановки. Победа и поражение, слезы радости и отчаяния – в этот вечер было все. Во второй этап жюри были отобраны шесть лучших коллективов. Впервые за три года организаторы проекта Дмитрий Кузнецов и Кристина Персхилава воспользовались правом добавить еще одного финалиста. Реверанс, вы проходите в суперфинал. Вы просто не можем не оценить ваши усилия. Два с половиной часа непрерывной борьбы, бешеной энергетики и сумасшедших танцев. И вот звучит имя победителя. Победил по приз. В руках победителей кубок и сертификат на 100 тысяч рублей. Второе место у образцового ансамбля «Акварель». Третьим стал коллектив «Гетто Дримс». Наш каприз выиграл! Каприз лучше всех! Совмещать с учебой было очень тяжело. И в этом году конкуренция достаточно сложная. Интересными были номера, интересно было посмотреть. Но все же мы лучшие. Это был, наверное, лучший финал, лучший сезон, которого мы не ожидали, что будет столько эмоций. Очень интересный проект, очень большой опыт для нас. И несмотря на то, что мы всегда стремимся к победе, но для нас это очень хороший результат. Финал проекта «Станцуй лучше» зрители телеканала «Брянская губерния» смогут увидеть уже в эту субботу, 1 июня в 21.00. Валерия Барносова, Сергей Дюков. События. Брянск. По новому федеральному закону с 1 июля каждый предприниматель обязан установить онлайн-кассу. Одним из банков, предлагающих такую услугу, является «Делобанк». Лариса Смирнова занимается продажей строительных материалов уже 10 лет, имеет два магазина. Как и любой предприниматель, по новому закону Лариса обязана до 1 июля установить онлайн-кассу. Благодаря ей все операции будут оперативно поступать в налоговую. С 1 июля надо установить во всех точках, во всех магазинах онлайн-кассы. И так как мы являемся клиентами «Делобанка», то мы обратились к девочкам, чтобы они нам посоветовали, какую кассу нам поставить. «Делобанк» – один из лидеров среди интернет-банков для индивидуальных предпринимателей. За первый год существования «Делобанка» счета в нем открыли более 40 тысяч человек. Сегодня компания предлагает универсальную кассовую технику, удобную и простую в использовании. Людмила, меня зовут Кристина, я ваш персональный менеджер. Вы заказали онлайн-кассу, и я вам ее привезла. В функционал данного устройства входят не только стандартные кассовые операции, но и услуги, которые нет необходимости подключать повторно. «Дело касса» – это продукт 3 в 1. Расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-касса и эквайринг. Благодаря данному устройству вы сможете отслеживать свои остатки в режиме реального времени, контролировать кассовых работников и сверять итоги эквайрингового терминала. Помимо основного функционала, клиент может управлять скидками, печатать штрих-коды и ценники. Создавая новый продукт, команда «Делобанка» старалась учесть все запросы пользователей. Вместе с предпринимателями и был разработан проект онлайн-кассы. А самое главное преимущество – это мобильность. Все данные передаются в режиме реального времени в мобильное приложение, круглосуточно. Людмила, спасибо, что выбрали наш банк. «Делобанк» входит в банковскую группу «СКБ банка» и «Газэнергобанка». Простой, удобный и быстрый онлайн-сервис, призван освободить предпринимателей от рутинных задач. Введение счета, контроль за финансовыми операциями – все это и многое другое «Делобанк» возьмет на себя. Заказать онлайн-кассу каждый клиент может через личный кабинет и в офисах продаж. Валерия Барносова, Сергей Дюков. События. Брянск. Мы всегда ждем вас на нашем сайте губерния.тв и, конечно же, на наших страничках в социальных сетях. Спасибо за внимание, хороших вам новостей и до скорой встречи. Спасибо. 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 Спасибо.